Мамонты, гигантские и совсем детёныши, целые скелеты и просто бивни. В Дарвинском музее более 200 экспонатов рассказывают о легендарном животном ледникового периода. И самый главный – мамонтёнок Люба. Её нашли 6 лет назад на острове Ямал, и раньше она никогда не была в Москве. Биологический возраст малышки – всего месяц, зато геологический – 42 тысячи лет. Так долго пролежала в вечной мерзлоте, но сохранилась идеально. При исследовании выяснилось, что внутренние органы все и костный скелет были целы совершенно. Но так как нашли в дыхательных путях остатки донных отложений, поэтому предположили, что она, скорее всего, погибла, провалившись сквозь тонкий лёд и опустившись на ее листа дно. Всего 60 килограммов весила Люба, тогда как взрослый зверь – 3 тонны. При этом вес одних бивней доходил до 100 килограммов. Носить такое украшение гиганту позволяло особое строение черепа. Очень крепкие альвеолы. Это длинные трубы, если посмотреть на череп, из которых крепятся бивни. И голова, конечно, имеет соответствующую форму. Есть масса площадок для прикрепления мускулатуры, но кость черепа, чтобы он был не очень тяжелым, она ячейстая. Удивляют и зубы мамонта. За всю жизнь они менялись шесть раз. Жёсткая пища приводила к их стиранию, но на помощь пришла природа. Механизм смены стал таким, что зубы не целой партией, а по одному появлялись в каждой половинке челюсти. И вот этот самый момент позволил, ну, скажем, продлить продолжительность жизни этих животных до 60-70 лет. У мамонтёнка зуб был величиной с палец, но уже у взрослого зверя весил целый килограмм. Северным народом мамонт известен давно. Они часто находили оттаивших животных и называли их земляными оленями. Ненцы считали, мамонт живёт под землёй и умирает, попадая на свет. Необыкновенные экспонаты. Во-первых, зубы мамонта, да, то есть огромные. Я никогда не думала, что они сменяются шесть раз за жизнь. И когда они сменяются последний шестой раз, мамонт умирает. У него кости прямо видно, что они чёрные, видно, что они из древности. Мне понравился мамонтёнок Люба, потому что он, во-первых, хорошо сохранился, а потом у него и синие пятнышки. Впервые мамонт как вид появился в конце 18 века. Определение ему дал немецкий исследователь Иоганн Блюменбах. Интиди, Москва